МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Открытый регион». И сегодня мы будем говорить о том, какие информационные технологии помогают быть ближе к народу работникам социальных служб. И сегодня гости нашей студии – заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Галина Германова и директор Центра предоставления межсоциальной поддержки Ирина Дроздова. Уважаемые гости, информационные технологии в социальную сферу, с моей точки зрения экспертной, вообще во всей Российской Федерации, пришли достаточно поздно. Развивалось там образование, даже здравоохранение. Я говорю о том, что базы данных, конечно, электронные формировались, но вот так, чтобы это выйти в онлайн, в режим предоставления электронных услуг, конечно, подзадержалось. Но между тем Чувашская Республика лидирует в этом направлении, в Российской Федерации все равно. Что конкретно является признаком открытости вашей сферы? Отвечая на этот вопрос, Наталья Ивановна, мне хотелось бы прежде всего отметить, что Чувашская Республика всегда являлась лидером в своей отрасли по информационным технологиям. И сайт Министерства социальной политики в то время Чувашской Республики был сделан в 2001 году. Нигде в регионах-то, наверное, не было такого еще. Да, регионы вообще в своих деятельностях не использовали в то время информационные технологии. На сайте располагалась вся та информация основная, которая была интересна гражданам республики, жителям Чувашской Республики. Может быть, она не в том объеме и не в тех масштабах, которые сейчас, которые позволяют войти в личный кабинет, подать заявление, получить соответствующие услуги, проверить свое право на какие-то выплаты услуги. В тот период этого не было. Но открытость министерств... Ну, то есть это объем информации как раз, да? Да, совершенно верно. То есть работа органов исполнительной власти была всегда открыта в Чувашской Республике. То есть вот на это было нацелено. И ее можно было получить, будем говорить. Сегодня совершенно по-другому, конечно, строится вся деятельность, будем говорить, органов исполнительной власти в Российской Федерации и в Чувашской Республике в исполнении указа президента об основных направлениях совершенствований системы государственного управления. Указ 601 от 7 мая 2012 года президента Российской Федерации исполняется на территории Чувашской Республики в полном объеме. В исполнении данного указа как раз и строится вся работа Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики в том числе. Существует специальный проект, открытое министерство, в соответствии с которым декларируются цели и задачи. Вы можете зайти на сайт Министерства здравоохранения и социального развития и увидеть отчеты. Ежегодно министерство делает отчет о состоянии здоровья населения Чувашской Республики, делает отчет об охране труда в Чувашской Республике. Все материалы размещены на сайте. В августе 2014 года был сделан публичный отчет о деятельности Министерства за три года, который тоже в настоящее время размещен на сайте Министерства. Также через сайт Министерства возможно зайти в учреждения, в электронный портал государственных услуг, в социальный портал. Наше министерство обслуживает половину населения Чувашской Республики в состав которого входят ветераны труда Чувашской Республики. Это более 105 тысяч человек. Это матери, которые получают детские пособия. Это инвалиды, которых более 82 тысяч человек в настоящее время. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Это ветераны боевых действий. Это граждане Чувашской Республики, которые имеют право на различные выплаты, мер социальной поддержки населения. Министерство открыто для всех, но для этих людей мы открыты особенно. Говоря о технологической стороне этого вопроса, я хочу сказать, что мы уже давно, уже в начале этого века, уже компьютеризировали рабочие места специалистов, которые занимаются предоставлением социальных услуг. Компьютеры у нас стоят на каждом рабочем месте. В отделах соцзащиты в других социальных учреждениях у нас есть локальные сети, есть сервера, где размещена вся информация. Вот все базы данных, которые существуют в системе социальной защиты населения, они размещены на этом сервере. Кроме этого, сейчас предоставляются услуги в электронном виде. И мы сейчас можем говорить уже о том, что есть единая точка входа в информационную систему. Мы можем говорить о том, что есть единое информационное пространство. И можно добавить, что есть... И для специалистов, и для людей просто, да? Да, да, конечно, для специалистов, для людей. И мы можем говорить, что у нас уже есть обмен информацией, есть обмен опытом. Мы не можем обойти тему единого портала государственных услуг. Как там представлена социальная отрасль? Львиная доля на портале единого государственных услуг – это доля нашего министерства, так как большое количество услуг носят заявительный характер. 18 услуг можно получить, сидя дома, заходя в личный кабинет и без личного присутствия. У чиновника, да? Да. Не надо абсолютно ходить и выпрашивать что-то. С коррупцией боремся таким образом. Совершенно верно. И семь услуг плюс к этим необходимо присутствие через многофункциональные центры либо учреждения социального обслуживания, где также принимаются соответствующие документы. Они не только могут посмотреть, какие документы необходимо принести в административных регламентах, как пошагово все это расписано, распечатать бланк заявления, либо посмотреть, что необходимо включить в этот бланк заявления для подачи. Наличие фотографий, предъявление соответствующих документов. Это облегчает значительно, будем говорить, поход и получение той услуги, которая ему необходима. И следующий этап – это получение, ну, выхода, будем говорить, того документа, в соответствии с которым он будет получать ту либо иную льготу. Кстати, Чувашская республика одна из первых начала вот эту услугу, когда на сайтах муниципалитетов мы вывешивали еще тогда первые документы, да? Тогда это была первая электронная информационная услуга. Получить документ, конечно, было невозможно, да? Но уже некие вот взаимоотношения социумом, с обществом, да, у нас они отлаживались. Да, мы это начали рано, давно уже. К сожалению, основная масса услуг сегодня невозможна в получении, сидя дома на диване, а необходимо все-таки обратиться в многофункциональные центры для ее получения и личное участие. Но это связано с тем, что ежеквартально прожиточный минимум правительства пересчитывает, да? Что меняется зарплата у человека, и он либо претендует, либо выпадает там на определенный вид, например, компенсации по ЖКК, да? Ну, в первую очередь необходимо ходить в учреждения социального обслуживания населения, в отделы соцзащиты тем гражданам, которые должны подтверждать свой доход. То есть те, кто имеет право на получение компенсации за ЖКУ, потому что в зависимости от дохода у них будет это право на получение услуг, либо нет. Также мамы, которые получают пособие на детей, они также получают его в зависимости от дохода на каждого члена семьи. Вообще, по большому счету, система социально-защитного населения, она сейчас модернизируется. Да, мы говорим о том, что человек, гражданин вынужден ходить, допустим, в отделы социальной защиты населения со услугами. Ну, ненавидят же, ненавидят же вас, как чиновникова, люди из-за этого. Развиваемся, развиваемся. Сейчас создается единая государственная информационная система, адресная социальная помощь. В этой системе, по сути, будет информация обо всех видах социальных льгот, которые предоставляются в республике. Это как федеральные льготы, это так и республиканские льготы. Вся информация о ветеранах, о получателях пособия, скажем, о донорах. Да, в инвалидности, да, что же каждый год инвалид, о том, что у него нет ноги, вынужден каждый раз давать эту справку, она же у него не вырастет. Эта система, это целая процедура будет, когда информация идет, допустим, от бюро медико-социальной экспертизы, где устанавливается, да, даже скажу раньше, идет от лечебного учреждения. В лечебное учреждение как бы дается показание на инвалидность. Далее эта информация поступает в медико-социальную экспертизу. В случае, если инвалиду уже, то есть гражданин, который уже стал инвалидом, будет установлена инвалидность, в этом случае дальше идет информация в те структуры, которые предоставляют различные социальные льготы. Это пенсионный фонд, где пенсия, ежемесячная денежная выплата. Это мы, социальные учреждения, где предоставляются льготы инвалидам на жилищно-коммунальные услуги. Это, допустим, центр социального обслуживания населения, где выдаются технические средства реабилитации. То есть вот эта система, она позволит уже человеку не бегать ножками. Ну, конечно, он же и так уже ущемлен, да, по сравнению со здоровыми людьми. А уже как бы она будет работать на человека. У нас-то будет становиться, да, гуманной такой, гуманной. Именно так. Вот это вот, я считаю, это достижение нашего современного общества, нашего министерства. И технологии, да, развитие технологических технологий. Конечно, они позволяют уже человеку, системе работать за человека, а не человеку бегать в праздничном инстанции. Ну, а вот если говорить о базах данных, да, по сути дела-то все ваши базы данных лежат в основе портала вот этого единого государственных услуг, да. Но если говорить о чем-то конкретном, какие еще базы данных вот у вас работают для ваших социальных категорий? Ну, базы данных – это прежде всего лиц, которые имеют право на санаторно-курортное лечение, это инвалиды. Базы данных инвалидов, получающих технические средства реабилитации. Ну, это мы имеем в виду инвалидные коляски, транспорт, машины, да, и может быть даже там тонометр или еще какие-то средства реабилитации, которые иногда, вот, кажись, показывают, да, коррупционные моменты. Прокуратура их вскрывает. Человеку написали, что ему тонометр дали, а на самом деле кто-то там замылил, там, недобросовестный, да? Ну, были такие случаи. У нас есть базы данных получателей детских пособий, это огромный массив информации, это базы данных получателей различных выплат, ветеранов базы данных, вот, базы данных реабилитированных, трожеников тыла, получателей ежемесячной денежной выплаты из числа инвалидов, ветеранов боевых действий. 400 тысяч человек – вот такая у нас информационная база в настоящее время. В 2013 году Чувашская Республика, первая и на сегодняшний день единственная Российская Федерация, открыла, помимо вот услуг, которые оказываются на портале, едином портале госуслуг, да, свой собственный социальный портал, да? Первым был медицинский, второй – социальный портал, да? Я лично этим очень горжусь и радуюсь за наших граждан, да? А какие задачи позволяет решать этот социальный портал? Ну, в отличие от портала государственных услуг, где требуются электронные подписи, да, там, регистрация на портале, мы решили популяризировать портал и создали социальный портал. Ну, люди просто уже туда. Куда люди могут просто, доступно обратиться к различной информации, где можно получить различную информацию о социальных услугах. На нашем социальном портале человеку легче себя идентифицировать. На социальном портале можно получить очень много различной информации. Можно, допустим, на социальном портале созданы определенные баннеры. Можно увидеть все меры соцподдержки в отношении семьи, детства, материнства. Можно увидеть все меры соцподдержки, которые может получить ветеран труда или просто пожилой человек. Можно увидеть все льготы, которые получают инвалиды. Но можно, с другой стороны, подойти к этому социальному порталу и получить информацию по другому пути. Можно получить информацию через определенные законодательства. Лидеральные законодательства, региональные законодательства, местное законодательство. Д sticks получения информации очень много. Помимо этого, на социальном портале у нас есть точка входа в социальный калькулятор. Калькулятор позволяет... Это вообще фишка? Исключительно чувачская? Согласна, абсолютно. Абсолютно. Социальный калькулятор предлагает гражданину изначально не идти в те структуры, которые предоставляют меры соцподдержки, а просто сесть с компьютера, войти в базу данных, ввести определенную информацию и получить заключение. Но это информация, уважаемые телезрители, уважаемые журналисты. Речь идет о том, что я, женщина, жена, получаю пособие, имею столько-то метров квадратных площадей, и происходит, когда вот такая самоидентификация, то в калькуляторе появляются возможности получать государственное пособие или не получать. Да, да. Заключение есть. Если есть право на пособие как калькулятору, вот можно уже обратиться или непосредственно в органы соцзачета, или в МФЦ, или как бы электронно обратиться к нам за предоставлением услуги. Помимо этого, значит, на социальный порталь есть информация о всех социальных учреждениях, которые есть в Чувашской Республике. То есть созданы сайты каждого учреждения, и на этих сайтах можно получить всю информацию о социальном учреждении. Как работает это учреждение, какие услуги предоставляет. В общем, полный, открытый информация. Можно даже увидеть лица сотрудников, которые там работают. Стоит добавить о том, что есть полная информация о всех социальных работниках. Ну вот в рамках того, что у нас очень много безобразий, когда люди с корочками подходят, особенно к пожилым людям, да, выманивают под любыми поводами из них деньги и так далее, да. Наверное, очень важно, что социальные работники, своего социального работника может зайти и увидеть в лицо, и знать его в лицо еще до того, как он постучится в твою дверь, да. Конечно, конечно, именно так вот. Об этом мы говорим. Но сейчас в наш век информатизации, мне кажется, компьютер доступен всем. И даже бабушка, не обладая компьютерной грамотой, может попросить своего внука о том, чтобы он показал, кто работает, допустим, в московском или в другом районе, какие социальные работники задействованы, чтобы в следующий раз, если уж такое было, или в будущем, просто не обмануться, да, в этой ситуации. Ну и в настоящее время прорабатывается вопрос об идентификации социальных работников, то есть чтобы была у них какая-то форма для того, чтобы тоже пожилые граждане были уверены в том... вещи, чтобы граждане знали, что это действительно социальный работник, если он особенно приходит первый раз, либо поменялся на участке социальный работник, который обслуживает граждан. Портал позволил решить три главные задачи, которые стоят перед министерством. Это обеспечить доступность и прозрачность предоставляемых государственных услуг. Это получать услуги в режиме онлайн, то есть гражданин может зайти, написать вопрос, который возникает у него, то есть в виде консультации, и обязательно он получит ответ на тот вопрос, который он задал. И также наладить обратную связь с потребителями услуги. Ну, потому что на сайте каждого вашего социального учреждения есть возможность оставить свою точку зрения, которую никто не отредактирует, да? Хорошо так хорошо, плохо так плохо, да? Да, совершенно верно. Для контролирующих органов, наверное, это тоже чрезвычайно важно, да? Обязательно. Так же, как на сайтах медицинских организаций, уважаемые телезрители, радиослушатели, да? Свои отзывы о работе социальных работников вы можете оставить, не заходя к ним в кабинет и не требуя жалобную книгу, да? И я надеюсь, что это действительно реально работает. Ну, а можно ли говорить о каких-то еще других проектах в отрасли, которые вовлечены в процесс открытости? Ну, хотелось бы сказать об общественном совете, который также действует в Министерстве здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Был создан на основании приказа Министерства здравоохранения. В настоящее время прошло более 20 заседаний, и ни один нормативно-правовой акт, который принимается... Готовится вашим министерством, да? Который готовится нашим министерством, не принимается без рассмотрения на общественном совете. В состав общественного совета вошли члены общественной палаты Чувашской Республики, молодежь, члены различных организаций общественных, медицинская общественность. Это инвалидные, ветеранские, это медицинская общественность, это научные представители. Потому что без их компетентных заключений в настоящее время очень сложно разрабатывать проекты, и чтобы они проходили согласование уже в соответствующих органах. Также проходит конкурс грантов, который проводится Министерством здравоохранения. Вот если говорить про 2014 год, Чувашский Республиканский Совет женщин выиграл грант за трезвые традиции, которые успешно реализуются в Чувашской Республике. Потому что это очень важно, это больная тема всего общества, не только нашей республики, но и всего общества России. Ну и инвалидские организации у вас получают. Да, да, совершенно верно. То есть и организации, которые работают с инвалидами, они также принимают активное участие и выигрывают гранты. Ну они, кстати, там до 500, до 200, 300, 500 тысяч рублей. Да, совершенно верно. Сумма может быть, с одной стороны, не очень велика, но с другой стороны, она позволяет решить какие-то вообще серьезные, достаточные проблемы. Активизировать волонтерское движение и сама организация может решить те задачи, которые она ставит перед собой, являясь общественной соответствующей суставом. Да, к сожалению, конечно, там европейское, американское общество, они давно так гармонизировали свои отношения как бы и с государственными службами, и сами друг с другом. Там считается вполне нормальным 2-3 часа в неделю работать на общество. Да, это престижно в морально-этическом таком плане. К сожалению, мы, может быть, утратили, можно сказать, по сравнению с советскими временами эти традиции, да, а с другой стороны, в современной России их не наработали. Надеюсь, что хотя бы такой грантовой позиции эти вещи будут отстроены. Мы не только первыми создали социальный портал с целью популяризации предоставления социальных услуг, но и все социальные учреждения имеют сайты, на которых размещена вся деятельность данного учреждения, все отчеты, все закупки, которые производит учреждение по ремонту своего здания, по обслуживанию населения. Ну вот приказы же были в прошлом году, да, в конце года и Министерство здравоохранения России, и Социальное ваше учреждение, Министерство, они сдали приказ про тотальную открытость и доступность информации об оказываемых услугах. Да, не знаю, что делают во всей России, но мы эти приказы исполнили, и открытость социальных учреждений полная. Ну что ж, я рада за наших телезрителей и радиослушателей, да, надеюсь, что наша программа спровоцирует поход на социальные порталы, на сайте социальных учреждений, тем более, что это сделано как раз было для жителей Чувашской республики. Ну и завершая нашу программу, уважаемые гости, скажите, пожалуйста, все-таки, каким образом информационные технологии позволяют нам улучшать, повышать качество оказываемых социальных услуг? Социальная сфера – это сфера, где очень много различных бумаг, справок и так далее. А информатизация, компьютер – это инструмент в наших руках, то есть облегчает работать нам информатизация. Ну, с цифрами в первую очередь, да, с цифрами работать. А участие в том, что все процессы информационные, они автоматизированы теперь, все отчеты автоматизированы. То есть это есть, по сути, борьба с коррупцией. Даже если где-то пытаются деньги умыкнуть, поймать, поймать, но и поймать, в том числе и коррупционеров, значительно легче стало, да? Конечно, это легче. К нам, по делу соцзащиты, вообще в социальные учреждения приходит очень много людей. Вот, и приходят за компенсации. В очереди, в очереди, да? Ну, были очереди, сейчас их меньше, потому что мы все компьютеризируем. Есть у нас сейчас электронная регистратура, которая позволяет в режиме, скажем… Вот, кстати, у нас уже жители республики привыкли к электронной регистратуре в медицине, да? Да. А теперь… Мы просто так же привыкнуты в социальной сфере, потому что мы только начали работу. Я тоже помню, как долго раскручивался проект электронной регистратуры. Но очень важно было, чтобы врачи принимали людей по талончику, а не сидели они все-таки в очереди, да? Точно так же сегодня нужно приучить, чтобы социальные работники, если человек издалека записался, ну, удобное к нему время, да? Поэтому я думаю, что мы перейдем, и что у нас будет очень востребованная электронная регистратура, и люди действительно не будут стоять в очередях, а будут заранее заведомо записываться на прием к социальному работнику, приходить к назначенному времени и получать свою услугу. Ну, или просто даже по электронной почте и вообще получить ответ на свой вопрос, да? Конечно, конечно. В удобное время и для чиновника, и для самого потребителя. Именно так. Выполняя указ президента Российской Федерации по повышению качества предоставляемых государственных услуг, в республике максимально делается все, в том числе и нашим министерствам, чтобы максимально удовлетворить потребности граждан, и минимизировать и очереди, и недовольство населения в связи с тем, что услуги предоставлялись некачественно. Приглашаю жителей Чувашской республики посещать не только наши отделы социальной защиты, как они привыкли, но и многофункциональные центры, заходить обязательно на социальный портал и пользоваться теми возможностями, которые предоставлены сегодня, потому что это облегчит их возможность получения мер социальной поддержки и те социальные услуги, на которые они могут претендовать. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, от себя я могу сказать только одно. Дай Бог нам всем зарплату повыше, чтобы мы не зависели от государства с тем, чтобы ходить с этими справками. Но если уже Господь Бог так распорядился, что вы в чем-то нуждаетесь, то, конечно, давайте процесс это обоюдоострый и для вас, и для чиновников. Чем они будут прозрачнее, тем легче нам будет с ними работать. А информационные услуги – это та роскошь, которая позволяет, конечно, от многих вещей не зависеть. Будьте здоровы и счастливы! Редактор субтитров А.Семкин